В прямом эфире репортера новости в студии. Для вас работает Алексей Майоров. Здравствуйте. До пяти лет лишения свободы грозит бывшему вице-мэру Одессы Зинаиде Цверенько. Прокуратура Одесской области выдвинула подозрение чиновницы за служебную халатность, которая привела к трагедии в лагере Виктория. Через четыре дня после пожара она ушла с должности вице-мэра по гуманитарным вопросам по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. Следствием установлено, что данная службовая особа недбала, выполнила свои функциональные обязательства, что и привело к таких тяжких последствиям, как смерть трех девочек. Зазначу, что следствами и оперативными подразделами, а именно работниками Службы безопасности Украины и национальной полиции, которые сопровождают вказанное криминальное проведение, добуты достатные доказы, что вказывают на ознаки злочинного предпоченного частина 2 ст. 367 Криминального кодекса Украины в действиях этой особи. По версии прокуратуры, Циверенько несет ответственность за то, что не было договоров на обслуживание систем пожаротушения и лагерь эксплуатировался, не будучи принят на баланс департамента образования. Меру пресечения сберет суд. В прокуратуре будут кадатрствовать за содержание под домашним арестом. Вказанному заступнику Одесского міського главы завчасно и достеменно было известно, что дитячий табір належным чином не передан на баланс, у связи с чем не подключены системы пожарной безопасности, належным чином незабезпечена работа вентиляционных и других систем. В 2016 году завершена реконструкция вказанного табора. Выдана декларация про готовность и введение его в эксплуатацию. Разом с тем, обеспечения передачи на баланс соответствующего департамента у нас не было. Ну и кроме того, прокурор Одесской области проанонсировал новые подозрения чиновникам и сотрудникам государственной службы по чрезвычайным ситуациям, которые будут выдвинуты в ближайшее время. Массовое пищевое отравление в военно-морском лице Одессы. 20 воспитанников заведения в различном состоянии сейчас находятся в городской инфекционной больнице. Первых пациентов доставляли ночью 1 октября. 1 числа полдвенадцатого ночи к нам доставлено было 7 пациентов в возрасте 14-15 лет. И вчера поступили еще 13 человек. Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Посевы, необходимые при поступлении пациентам, были набраны. В течение пяти суток с момента забора анализов анализы будут готовы. И тогда мы сможем назвать или не назвать, как называется эта кишечная инфекция. Состояние пациентов при поступлении средней тяжести. У многих была высокая температура, у некоторых жидкий стул, у некоторых рвота, поле в животе. У всех в разных сочетаниях. На сегодняшний день состояние пациентов улучшилось. Все получают лечение соответствующее. И на сегодняшний день часть пациентов находится в удовлетворительном состоянии. Некоторые пациенты в состоянии средней тяжести. Пострадавшие лицеисты говорят, что им стало плохо после того, как они съели кашу с тушенкой. Я съел в этой каше, и мне стало немного плохо. На вечер мне было совсем плохо. И была на вечер гороховая каша. И уже кашу я не смог съесть. Взял только бутерброд и чай. А уже в ночи меня забрала швидкая допомога. Я звернулся до чергового полицея, капитана третьего ранга Зайца. Он на тот момент чергувал. И он мне выкликал швидкую допомогу. В воскресенье съел на ужин кашу гороховую и мясо. Но она воняла сильно. И после этого на день-другой у меня плохо было из-за этого. И тут оказался больница. То есть живот болел. Провать хотел сильно. Лицеисты в один голос говорят, что в тот день ничего, кроме пищи в столовой, не ели. Ребята из наряда подтвердили, что еду привезли в обычном порядке из военной академии. И дежурный офицер при них снял пробу. Тем временем в штабе ВМС сообщили, что в лицей направлена соответствующая комиссия. В лицею ВМС продолжает проверка. За результатами проверки будут приняты соответствующие решения, в том числе и кадровые. Следует отметить, что проверку проводят в том числе и військовая служба правопорядка, которая незалежна от ВМС. Ну и по некоторым данным, поставщиком пищи в военную академию, откуда и обеспечивается лицей, является частное предприятие Артек. Неоднократный победитель тендеров Минобороны на протяжении многих лет. Сервисы качества услуг, предоставляемых предприятием, не раз вызывали нарекания со стороны военных. Точку в деле должна поставить специальная комиссия. Разгорелся скандал в юридическом лицее. Там тоже отравились ученики. Двое попали в инфекционную больницу. Родители утверждают, что их детей травят в столовой. По словам главы родительского комитета, чтобы избежать массового отравления, она попыталась разобраться в ситуации. Но вместо беседы на нее подняла руку заместитель директора учебного заведения. Руководство лицея все отрицает и говорит, что это клевета. Она порвала мне одежду. Она расцарапала мне руку, порвала мне одежду. Это, заметьте, юридический лицей. Это зам директора. Татьяна показывает царапины и говорит, это следы беседы с руководством юридического лицея. А все началось с того, что дети начали массово жаловаться на плохое питание. У нас два ребенка серьезно заболели. Один ребенок по скорой помощи попал с температурой 40 и серьезнейшим отравлением в больнице. Он до сих пор там находится. И вторая девочка сейчас тоже переведена на жесткое диетическое питание. Были жалобы в течение месяца на плохое самочувствие после обеда. Лицеистка Алла говорит, их заставляют есть сомнительную пищу. Недовольных оскорбляют. Директор зашел в класс. Спросил, понравилась ли нам еда. Все сказали, что она отличная. Одна я сказала, что мне она не понравилась. И из-за этого он меня назвал овцой. И сказал забирать свои документы и уходить с лицея. Большая часть класса, они его боятся. Он всегда заходит и спрашивает, как нам еда. И когда мы стоим в столовой, он всегда смотрит, чтобы мы все съели. А если мы не съедаем, он подходит и орет на нас очень сильно. Зам. директора на месте не оказалось. А ее отец, директор лицея, говорит, все это клевета. И вообще никакого конфликта нет. Никакой конфликтной ситуации, она уже вся исчерпана, девочки. Вы комментируете, это же ваше. Я ничего не буду комментировать. А почему я должен комментировать? Уже все разобрались. Родители говорят, что зам. директора их ударила, что у тебя ребенка будет. Это все выдумки, это все неправда. Все. Татьяна Петровна, дайте, пожалуйста, нормально проводить учебный процесс. Вы мешаете работать учителям и учить детей. Все, извините. У нас никогда в нашем меню не было две котлеты. Вот девочка наша, подойди, пожалуйста, Аллочка. Скажи, пожалуйста, было в курсе когда-то у вас две котлеты? Не было. У нас не было две котлетки, вот, поэтому, ну, как бы мы сегодня очень рады, что наши презентации, те в теле, это не котлетки. Мы говорим о котлетах конкретно. Вот котлетки и две штучки. Тем временем столовый готовится к обеду. Но рацион значительно отличается от обычного, утверждают родители и дети. Говорят, он изменился после вчерашней драки зам. директора. Ну, вам сейчас сказали, обычно дают две котлеты. Когда идет сок, когда идет компот, когда чай, цены же не одинаковые. Поэтому я согласна с целью. Так, девочки, когда сок у вас, когда чай, когда компот, так же. Ну, поэтому, зачем показывать две котлеты, это ведь и в теле даю. Когда, ну, было такое. 27 числа я купил сосиску в тесте только в лицее. Я ел еду, которую там дают, ну, и дома. И вот когда пришел после лицея, в лице у меня уже болел живот. После лицея у меня температура начала подниматься, морозить, ну, и так далее. Всю ночь сбивали температуру. На следующий день температура так же самая была. Тоже сбивали, ну, то, что было дома. И уже вечером, в 28 числа, мне сбрала скорая помощь в больницу. Ну, а пока в лицее готовятся к обеду, Коля с мамой забрали выписку из инфекционной больницы. Они уверены, отравился подросток именно в столовой лицея. У него началась уже на вечер рвота и расстройство уже все, как бы, обезвоживание началось организма. И все, нас забрали ночью 28-го сюда привезли, сразу под капельницу. Диагностировали пищевое отравление средней тяжести. У нас, как бы, возник такой вопрос сегодня к директору, чтобы поменять поставщиков продуктов. Потому что, видимо, некачественные продукты поставляются в лице, из которых, как бы, поварам. Там все, ходили девочки с родительского комитета, проверяли, что там чистые все посуды, кастрюли. Вся посуда чистая, в хорошем состоянии. И готовят, как бы, стараются. Директор говорил сегодня нам в кабинете с 4 утра. Родители уже написали заявление в полицию и обращение в департамент образования. Они надеются, что компетентные органы проведут проверку и массовое отравление в учебном заведении удастся избежать. Анна Городенцева, Алексей Прокопенко, Анастасия Кричко, телеканал «Репартёр». Одесса в период холодов будет с теплом. Несмотря на решение суда о ликвидации ТЭЦ и замораживании всех ее производственных мощностей, губернатор сохраняет оптимистический настрой. На аппаратном совещании в облгосадминистрации Максим Степанов заявил, что вопрос решается на уровне кабинета министров. 10 октября состоится следующее судебное заседание по делу о банкротстве ТЭЦ. Губернатор уверен, что по его итогам удастся разблокировать важнейший объект энергетической инфраструктуры, который обеспечивает теплом более 300 тысяч одесситов. Судом были заблокированы любые действия по технологическому циклу производства тепла. Ситуация находится на контроле. Я думаю, что 10 октября будет решение суда. Заседание назначено 10 октября. Будет решение суда. Я практически уверен, что мы в состоянии будем это разблокировать. До 10 октября мы согласовываем с нефтегазом все параметры по этому контракту, по следующему подаче газа. Поэтому я думаю, что проблем с этим не будет. В то же время Максим Степанов не уточнил, есть ли у власти план «Б», если суд откажется разблокировать производственные мощности предприятия. Два человека госпитализированы в результате аварии в центре Измаила. В районе автовокзала микроавтобус «Фольксваген-транспортер» не предоставил преимущества дороге грузовому автомобилю «Зил». Итог нарушения правил дорожного движения – столкновение машин. Удар был такой силой, что грузовик перевернулся. Серьезные повреждения получил и микроавтобус. Два человека, которые находились в салоне «Фольксвагена», были госпитализированы в городскую больницу номер один. Сегодня днем на улице Среднефонтанской столкнулись две иномарки причиной ДТП. По словам водителя, Hyundai стал неправильный курс навигатора, показавший разворот с улицы Пироговской, где на самом деле его не существует. Водитель Hyundai пытался развернуться, и в него влетел BMW. От удара автомобиль остановился через 100 метров от перекрестка. В одной из машин находились женщины с ребенком. К счастью, никто в результате аварии не пострадал. Полиция теперь выясняет виновника ДТП. Навигатор показал сделать разворот. Ну и мы совершили разворот. На улице Канатной возле Академии пищевых технологий произошло ДТП. Водитель Audi решил повернуть налево и пересечь пути, но не заметил трамвая. Оба водителя не успели отреагировать на возникшее препятствие. В результате произошло столкновение. В этот момент в машине находились два человека, пострадавших среди пассажиров автомобиля и трамвая нет. Сегодня на Одесском привозе прошел рейд патрульной полиции. На этом участке две основные проблемы. Стихийная торговля и парковка в неположенном месте, которые затрудняют движение транспорта. Боролась с нарушителями и съемочная группа репортера. Два протокола за незаконную торговлю и один задержанный за хулиганство. Таким стал сегодняшний результат рейда патрульной полиции по улице Екатериненской со стороны новощепного ряда. Здесь автомобилисты паркуются в неположенных местах, а продавцы цветов торгуют на проезжей части, чем затрудняют проезд транспорта. Проблема здесь одна – это плохая проезжаемость улицы Екатериненской в районе новощепного ряда. Это проблема для транспорта, потока всего транспорта, маршрутного транспорта и, конечно, для пешеходов. Это нарушение правил, это нарушение правил безопасности как движения транспорта, так и, конечно, пешеходов. К сожалению, это не понимают ни торговцы, ни сотрудники привоза, разрешая производить торговлю на проезжей части, нарушая многие пункты законов и правил. В свое оправдание продавцы утверждают, что мест в торговых павильонах привоза нет, из-за чего приходится нарушать. Эта проблема существует уже не один год. И неоднократное обращение к ситуации не изменили. Мы по-любому стояли и будем стоять. Вы нас сегодня сняли, мы завтра пойдем на ту сторону. Но мы встанем, нагло будем стоять. Мы обращаемся к властям города, они нас не слышат. Еще одним из аргументов продавцов стало то, что на товар уже потратили крупную сумму, поэтому его нужно реализовывать. А у меня наличие идет круглый год, у меня теплица. Это же не на земле, а в теплице все растет. Если мы с Голландией взяли на тысячу или на две тысячи евро эти вот ростки, то я не могу их не посадить, и для того, чтобы я деньги в сумму, понимаете? Сегодня правоохранители в основном ограничивались предупреждениями. Но одна из продавщиц, несмотря на предупреждения патрульных, была задержана за нецензурную брань в общественном месте. Иди отсюда, б***ь, со своей камерой, пока я тебе ее не разбила. Долбан, б***ь, 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 пленки. Я вас предупреждал, не выражаться в общественном месте. Обычные слова выставляете, не ухаживайся. Бери руки. Ну так, если вы при камере, извините. Где он, где он, где он? На этом участке рейды проводятся регулярно. Только за последние два дня составлено 10 протоколов. Вчера было составлено около 8 материалов. Сегодня было составлено около двух. Ну, плюс видели, что был доставлен один человек в район отделения полиции. Скорее всего, что это в Милиске. Буквально недавно, около несколько недель назад уже была ситуация, что здесь осуществлен был наезд на пешехода. Для решения этого вопроса было выделено несколько экипажей аппарата управления. Для ликвидации стихийного рынка, который мы видим сзади нас, это рынок торговли цветами. Кроме этого, рынок вещевой. Полина Корюк, Денис Рудь, телеканал Репортер. Квартирный вор попался на горячем. Горожане своими силами задержали грабителя, когда тот пытался вынести из квартиры ювелирные украшения. 31-летнего мужчину удержали до приезда полиции. Попасть в чужую квартиру он смог при помощи отвертки. Ей вскрывало окно на первом этаже многоквартирного дома. Я же говорю, он начал отверткой поддевать ее. Вот так оно было, так же открыто было. Отвертка упала туда, вот этот наш подвал. И он видно, я так думаю, что он видно. А он сетку снял, сетку снял, аккуратно поставил ее здесь. И рукой, видно, хорошенько ударил. И оно получается вот так вот. Вот так оно, эта сторона, вот так вот оно висело, короче, туда. Ему оголошено подозрение о скоянии правопорушения, передбачено частиною третьей статті 185 Криминального кодексу Украины. Він зараз затриманный порядка статті 208 Криминального кодексу. Незабаром суд оберет запобежный захід. Ну и на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с репортером. Удачи вам и берегите себя. Удачи вам и берегите себя.